Здравствуйте, вы на канале Ясный Феникс. Сегодня будем плести дракона. У меня его для примера, ну, только китайский он. Китайского бисера есть. Вот такой. Вот, я решила снять видео. Не знаю, насколько он... Ну, я решила инструкцию снять. Ну, просто, в принципе, меня его никто не просил, но я хочу просто еще раз испытать себя. Так вот, для этого нам понадобится бисер зеленого цвета, там еще потом будет желтый бисер использоваться, и черные бусинки. А на ляздре, там на когтей черный цвет. Черный бисер, то есть. Леску я уже подготовила. Вот она. Такая она вся прозрачная тут лежит. Кончики я тут ей подкрасила маленечко, чтобы более видно было. Ну, что ж, сейчас начинаем. Всегда начинаем с головы. Голову я начинаю плести с... Только зеленый бисер используется в голове, поэтому я не брала желтый цвет. Желтый цвет будет попозже, когда будем делать. Так, ну, берем три бисеринки для начала. Вот они три бисеринки. И одну бисеринку беру для соединения. Приняпло за маркер. Так. Вот так вот. Получился вот такой крестик и цветочек. И так их нужно пять штук ввести в цепочку. Ну, вот что у меня получилось. Четыре прям цветочка. Ну, а в последнем ряду мы просто делаем вот так. Вот. Тут на краешке должно быть всего три бисеринки. И проходим через вот эту бисеринку. Последний краешек, который... Последний бисеринка стоит. Вот так вот мы через нее проходим. Какая-то я ее прошла. Вот и получается вот такой ряд. Вот такой ряд получился. Я не понимаю, как он вообще. Вот. Вот так вот все получилось. Вот. Тебе мы, чтобы продолжить, надо всего лишь добавляем. Теперь также один ряд. Набираем три бисеринки. Так вот. И проходим через одну бисеринку. Вот так вот. И получается вот это уже у нас второй ряд головы. Ну, а это просто ряд еще. Вот я делаю платформочку для начала головы. Поэтому вот. И сейчас мы будем проходить по этим нижним этажам. Ой, по нижней. Сейчас покажу. По вот. Вот этим. Вот этим. И будем делать второй ряд. Так. Вот протаскиваем. Вот так вот. Вот так получается. И делаем еще один ряд. Так делаем еще и третий ряд таким же образом. Вот что у меня получилось. Вот так вот должно у вас получиться. Так вот. Берем две бисеринки последних себе. И прохожу через последнюю бисеринку. Заканчивая последний ряд. Вот всего две бисеринки берете. Видите, как будто, ну, кавыч. Вот так вот. Значит, это вот такая высадевая платформочка. Вот. Теперь берем ниску. Вот эту ниску, которая с противоположеном, где больше, много. Пять рядов. Противоположен. Берем. И на нее набираем три бисеринки. А на другую берем одну бисеринку. Три мы отпускаем. Вот так. И одну мы через нее через нее проходим. Я протерпала уже с стороны. Вот. Вот так должно у вас получиться. Опять бисеринок. Вот так вот. И вот так. Теперь на дальнейшем берем низко и проходим проходим через вот эту песенку вот эту бисенку делаем тут также самое только не до чего берем для бисенки еще вот так вот 2 вот так вот так должно у вас получится и так же делаем на тот краешек шки только мы берем так же самое как и начале сказки то есть начальными виду ряда находите вот эту крайнюю бисеринку берем 2 бисеринки начать 3 части бисеринки и одну мы проходим и вот это мы проходим вот что должно получиться и также мы делаем все как обычно придем этот ряд просто обычным такими вот не берем по 2 бисеринки из другого конца дем то же самое я беру подберем по две бисерин по три бисеринки потом также середина делаем обычным этим другую делаем тоже также вот так у вас нужно получиться так вот теперь мы про заканчиваем как мы заканчиваем ряд вот этот просто проходим через нижнюю бисеринку и проходим через крайнюю бисерин в котором мы оставили специально и печенье нет мы проходим вот так вот берем одну бисеринку все и соединяем две вот этих миски вот так вот и вот так все получилось для следующего ряда нам понадобится сделаем так делаем как обычный от всего берем две то есть три бисеринки но мы делаем же в ту же сторону где мы делали как делали вот этим по два ряда то есть это первый ряд как начинали пока делаем с продолжаем с этой которым сейчас вытянут так и проходим через одну бисеринку вот так теперь где две бисеринки мы проходим только через одну бисеринку через нее мы и проходим следующим образом то есть вот так и мы делаем то же самое что и прошлый раз добавляем я им две бисеринки то есть делаем вот на верхушке чтобы было сегодня прям две бисеринки оставалось но третью бисеринку мы ее как обычно продеваем вот так вот должно получиться мы проходим через следующую бисеринку которая тоже одна которая то есть уже еще не одна но и стену кота печали и и проходим так уходненько проходим вот так вот теперь берем три бисеринки также как сейчас делаю вот так вот и стену так все получается теперь проходим через последнюю которая проходит через одну то есть который я который делал единочным так вот мы через него проходим и делаем таким же образом то есть обычный ли дело всего две бисенки через одну бисенку проходим дать кнопку так нужно получится у с этого же ряда который мы делаем то же самое что из которой начинали то есть вот здесь иначе на так проходим берем также три бисенки и проходим через вот эту крайнюю так же делаем с другой стороны проходя через еще есть ту которая рядом находится бисенок ну через две мы проходим а через одну из этих двух проходим и разделяем их делаем также по размножаем также делаем пять этих рядов просто обычными нами рядами которые мы делали в серединке вот еще должно получиться вот такая чашечка вот теперь проходим через вот этот ряд который мы заканчиваем и него я прохожу и прохожу через вот этот который краешек того ряда который мы начинали вот так вот аккуратненько теперь берем одну бещеринку так вот вот что у нас получилось вот такая корыца так дальше мы начинаем все как по стандарту берем три бисеринки начали сказки и проходим через крайнюю бисеринку опять в ту же сторону сторону правой руки точнее справим так теперь так теперь проходим также просто через рядик для бисеринки теперь мы переходим к тем рядам которые где по 2 у нас положены бисеринки которым делали прошу мину мы проходим через одну бисеринку бисеринку аккуратненько и берем две бисеринки то есть мы идем по стандарту вот так вот и берем проходим как обычно как мы проходили те ряды вот так вот вот так вот у нас получается теперь проходим теперь мы проходим через вот эту бисеринку которая последняя бисеринка и проходим через начальную бисеринку который вот здесь располагается того ряда к противоположному который мы сделали двойным из него проходим и берем три бисеринки и проходим через одну бисеринку вот так вот у нас получается небольшое такое сужение и это правильно теперь проходим через крайнюю бисеринку которая из двойных бисеринок просто проходим через нее и делаем все так же берем две бисеринки и проходим через бисеринку и проходим через двойных бисеринок только линию проходим через среднюю бисеринку и то же самое делаем так вот что-то берем две бисеринки и вот так вот так вот и проходим через крайнюю бисернуку которую вот здесь просто через нее проходим и берем также делаем берем две бисеринки и через одну мы просто проходим 5 бисеринку так все должно получаться теперь проходим через ту крайнюю бисеринку которому также помогает и через ту которая рядом с ним им весь и вот так вот и без три бисеринки проходим через нее песенку крайнюю все делаем то же самое все одиночные здесь ряды у нас и другой стороны делаем то же самое что делали с передней стороны ну вот теперь также проходим через чтобы закончить этот ряд теперь мы заканчиваем проходить через эту бисеринку так и через вот это уже повторяем практически то же самое одну берем бисеринку и через нее аханье вот что должно у нас получится в общем плане как раз придается объем теперь следующий ряд мы делаем просто по стандарту то есть мы делаем как берем три бисеринки и так до конца то есть мы не прибавляем не в краях то есть мы просто делаем обычный ряд с помощью при бисеринку я покажу как уберем теперь проходим через под также как мы делать те ряды проходим через лесу цвету бисеринки нижнюю итак до конца по 2 бисеринки добавляем делаем весь полностью и от таким же образом вот так должно получиться вот они видите должно быть у такое одиночное теперь мы заканчиваем этот ряд проходя вот через вот эти последний я тебе прохожу через вот эту эту и через вот эту и теперь берем одну бисеринку заканчиваем этот ряд вот так вот так должно получить соединение получился такой кажется теперь делаем таким образом мы мы находимся на середине мордочке дракона делаем как обычно берем три бисеринки два три ну и проходим через крайнюю бисеринку которая которая из трех сам последний который мы засуну то есть на низом точнее вот так теперь делаем таким же образом продолжаем идем вот так берем две бисеринки и проходим через вот эту бисеринку вот так вот так и проходим через вот эту бисеринку вот так опять берем две бисеринки у нас теперь проходим на одной леской проводим через два ряда то есть вот этот ряд мы проходим и вот этот проходим который рядом с ним из вот этой же леской теперь берем эту леску которую вторую и берем один глазик черненький ну и один бисеринку зеленого цвета через эту зеленую бисеринку мы проходим а черное остается вот так вот это вот так вот глазки мы вшиваем то есть впитаем но дальше мы делаем все то же самое проходим через вот эту бисеринку и берем две бисеринки так вот так мы продолжаем до конца так теперь заканчиваем этот ряд проходящий вот эти две бисеринки которые нижние таким образом так проходим до последней нижней леской и проходим через крайнюю бисеринку вот таким вот берем черную бисеринку просто без добавления зеленого бисера через нее проходим и все и вот так вот должно у нас получится такой глазастенький теперь делаем нижний следующий ряд таким образом добавляем 4 зеленых бисеринки 1 2 3 4 и проходим через последнюю бисеринку зеленых бисеринку зеленого цвета так так у нас должно получиться теперь проходим через те ряды которые мы сделали отдельными так много я с этим помогаю себе но это это необязательно так берем две бисеринки зеленых как обычно и проходим через одну зеленую бисеринку теперь делаем все по стандарту так ногу подстягиваем следующую нижнюю бисеринку берем две бисеринки берем две бисеринки так вот они и 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 Добавляем две бисерки. Добавляем две бисерки. Теперь мы проходим через вот эту бусинку, то есть через глазик дракончика. Вот так вот. И берем три бисеринки. И проходим через крайнюю, последнюю одну бисеринку. Вот так вот. Так вот у нас получается. Это все правильно. Теперь идем в следующий ряд, проходим. Берем две бисеринки. И так мы делаем все до конца, без добавления двух бисеринок и без сужения. В обычных способах. Так вот. Ну вот мы продолжаем. Теперь мы вот сюда перетаскиваем в миску. То есть про синие рянуха. Вот так вот. Теперь перетаскиваем через вот этот, который где четыре штучки на низу. И переходим через ту, которая последняя крайняя здесь. И берем одну бисеринку. Вот так вот. Должно получиться вот так вот. Вот. Видите, у меня желтый цвет. Значит, мы дошли, наконец, до желтого цвета, где добавляться он должен. Сейчас мы делаем таким образом. Мы должны вот этой задней детской, которая протеет еще через вот этот ряд. Мы сейчас будем сужать, сокращать. Берем одну, ой, две бисеринки. Теперь берем две бисеринки. Проходим через песенку. Вот так, таким образом. Теперь мы просто проходим обычным рядом, только желтого цвета. И делаем это только где глазки. С одной стороны. С другой стороны мы делаем зеленым цветом. Вот так проходим. Берем желтый цвет, не зеленый, а именно желтый. И еще мы делаем так же до, где мы сокращаем так же, делая вот такую же функцию с другого края. То есть вот здесь. Вот здесь у меня. И дальше просто зеленым цветом. Вот так вот должно получиться у нас. Вот таким образом. Теперь проходим через нижний ряд. Вот так вот так. И проходим через вот этот, который ряд. Которая последняя бисеринка была. Теперь мы одну берем бисеринку. Закрываем. Вот так вот. Теперь. Проходим через вот эту бисеринку, которая рядом. Через зеленую, которая рядом с вами. И берем три зеленых бисеринки. Раз. Два. Три. Три. И проходим через крайнюю зеленую бисеринку. Вот так вот. Мы делаем сужение головы. Поэтому, чтобы закончить голову. Закрытие точнее. Три. И проходим через желтую бисеринку, которая здесь находится с противоположенной стороны. Ну. И проходим через вот эту, которую рядом бисеринку. Желтого цвета. Вот так вот. И здесь мы берем две желтые бисеринки. И заканчиваем. Теперь делаем все по стандарту. Просто проходим через вот так вот. Через один ряд. Бисеринки. Тоже самое мы делаем с другой стороны. То есть вот так же заканчиваем вот досюда. Здесь также сокращаем. Берем две. Две желтых. Тут зеленых. Две. Ну. И так делаем до конца головы. Тоже как и зелеными рядами. Ну. Вот. Мы теперь заканчиваем ряд. Я помню. Вот так он должен выглядеть. Так. Ну. Вот делаю я сейчас последний ряд. На котором мы этот ряд закончим. Вот так вот прохожу. Вот так вот прохожу. Сейчас набью и продолжим дальше клести. Вот я набила. Теперь проходим через вот этот рядом ряд. желтого цвета. Так. Аккуратненько. Теперь берем две зеленые бисеринки. И соединим. Проходит через одну бисеринку. Так вот так. Аккуратненько. Вот так. Теперь мы сейчас будем ее зашивать. Получается таким же образом. Так то будем сплетать. Теперь. Аккуратненько. Проходим через вот эту дырочку. И опять две зеленые бисеринки. И опять проходим через одну бисеринку. Вот так вот. Теперь проходим через следующую бисеринку. Но мы еще и проходим сейчас. Будем проходить еще через ту, которая с другой стороны. Вот так вот вначале проходим. Потом проходим через вот эту. Кто ее находится рядом. И мы через нее проходим. И берем одну всего же бисеринку. То есть мы при поворотах будем использовать все же одну бисеринку. В поворотах. И делаем это до конца. Я сейчас доплету от досюда. И здесь я продолжу снимать. Вот. Я доплеваю. Теперь мы переходим, где желтые ряды. Проходим через бисеринку желтого цвета, который с этой противоположной стороны. Вот. Теперь делаем таким образом. Берем одну зеленую бисеринку. И одну желтую бисеринку. И вот так вот через желтую проходим. Сверху должны быть все зеленые бисеринки. И с этой стороны должны быть желтые. Туда. Вперед. И обучился. Проходим. Так. Вот. И проходим. И проходим. уже сделал до конца теперь мы проходим через эту песенку желтая и проходим через зеленую бисенку которую с этой стороны так мы заканчиваем этот предпоследний ряд берем одну зеленую бисенку и затянем должна получиться вот такая полосочка который последнюю теперь мы берем и проходим через середину вот так этого ряда и проходим через краешек противоположный берем одну бисеринку и сейчас мы будем зашивать по одной бисеринке берем вот так вот и вот так вот и в них следующий ряд вот и вот так вот Сходим опять вот так вот через рядик, через бисенку Если вдруг она выводит аккуратненько, протаскиваем рецепт. Вот это я просто помогаю себе, но это вообще необязательно идти. Так вот и берем одну бисенку. И следующий угол управляем. Вот. Аккуратно, что мы не говорим сразу. Так я дошла до конца. Это последняя бисенка. Вот так. Ну и теперь заканчиваем. Таким образом мы заканчиваем голову. Проходим через этот ряд. Просовываем в одну сторону резки. Вот так. Проходим через вот эту бисенку. Ну и с одной стороны. Проходим только через одну бисенку. Видите, вот эту последнюю. и теперь мы завязываем вот так вот. и прячем концы. Саму фигурку. И получается вот такая голова кончика. Набираем плотно, чтобы не было много свободного пространства. Сейчас мы будем делать тело. Для тела мы проходим через вот эту желтую бисенку. именно у которого здесь проходим. Берем новую резку. И проходим через вот верхушку. Где в желтую мы делаем. Аккуратненько. Проходим. И ее протаскиваем. Равномерно, чтобы было балансировано. То есть вот так вот у меня получается. Вот так вот. Должно у вас получится. Здесь несколько. Теперь берем желтый бисер. И набираем три бисеринки. Так вот. И проходим через краешек. Все то же самое делаем. Сама технология ничем не меняется. Просто делаем только тело. Вот так вот. Следующий ряд у нас. Мы проходим через вот эту рядом, которая желтая. Вот так вот. И теперь берем опять желтый. Берем, проходим через одну бисеринку. Вот так вот. Оп. Теперь мы поворачиваем. Берем нижнюю бисеринку, которая получается внизу. И проходим через вот этот ряд, который рядом с ним. Так вот аккуратненько я прохожу. Опять что-то зацепилось. Берем опять желтый бисеринку. Берем опять желтую бисеринку. На следующем мы берем зеленую бисеринку. Аккуратненько проходим. Теперь идем в следующий ряд. Теперь уже из зеленых бисеринок идет. Отсереднего и проходим. Ух. Аккуратненько. Ух. Назад. Ух. Ух. Субтитры сделал DimaTorzok Вот я прошла, берем две бисенки зеленого цвета и проходим через край зеленый. Теперь идем еще один, но тоже с этой же, но я еще не иду обратно. Походим еще на бисенку, которая располагается вот здесь. Вот так. Берем три бисенки, это для того, чтобы расширять тело. Так. Три бисенки и проходим через одну бисенку, которая рядом. И все делаем тоже самое, сейчас также с другого края. Также проходим через три вот этих бисенки, вот этих. Раз, два, три. А потом также поворачиваем и также три вот здесь. До желтой. Ну и заканчиваем. Вот что должно у вас получиться? Вот такая, как квадратик, который располагается на голове. Теперь мы проходим через последний ряд желтой бисенкой. Вот такая вот здесь. Вот здесь. И проходит через вот эту крайнюю нивиду. Вот так. Идем по стандарту, как и в голове делали. Соединялись в тумбике. И берем одну желтую и через нее прохожу. Соединяю в тумбике. Следующее, что мы делаем. Берем, также идем по той стороне, где мы вот так ушли. Вот так же делаем в противоположную сторону. То есть в сторону белой руки у меня получается. Но у вас может быть так же в другом. Не стороной белой руки, а может быть и стороной правой руки. Но все практически тоже самое делается. Так, берем три бисеринки. Проходим опять через последнюю крайнюю бисеринку. Здесь мы плетем все так же вот такими же обычными ячейками. Только по кругу того, что мы уже сплили. То есть через вот это. Все, мы просто сейчас будем плести с типа единочными рядами. То есть вот такими. Просто только меняя цвета. Так вот так. Так вот так. Так. Ладно, все больше. он таким же вот таким вот так вот у вас должно получиться он не двойные виды войны вот эти штуки туда разделяется на 2 . как уголовым то есть делается больше так вот 3 мы заканчиваем этот ряд прохожу через вот эту бисеринку и прохожу через эту верхнюю бисер берем желтую бисеринку теперь делаем таким же образом как мы тогда начинаем берем две зеленых мой плане зеленых она зеленую и две желтых ходящий с крайне желтую таким образом продолжаем также провести таким же образом как мы тогда и начинали плести то есть путем также по одиночным лина этот ряд это у нас третий ряд мы вот таким же образом пойдем проходим через этот ряд берем желтый цвет для мордочка всегда желтый цвет плетется сзади перед зеленым цветом ветшины то есть на зеленые вот так вот так вот продолжаем переходим на следующий ряд это четвертый лет сейчас мы тоже самое не проходим через последние нижнюю бисеринку и проходим через верх одну бисеринку зеленую и через нее я прохожу четвертом это тоже самое делаем потому что ничего это не меняется то есть берем также зеленый бисер хотя нет есть изменения щас покажу берем 3 бисеринку короче из крайнюю бисеринку так и здесь мы добавляем зеленую бисеринку и одну желтую то есть мы уменьшаем цветовую гамму то есть мы округляем то есть вот так и добавляем желтый то есть с другой стороны мы также делаем вот так вот таким образом вот так вот у вас должно получиться я заканчиваю этот четвертый ряд я прохожу через вот это и прохожу через вот этот рядом вот так беру одну бисер сейчас я набью и продолжу снимать ну вот я набила сейчас будем плести дальше так берем две бисеринки зеленого цвета дальше мы идем вдох дальше мы идем вдох Делаем три бисенки этого цвета, то есть делаем две, берем две бисенки, проходим через бисенку, берем одну бисенку, проходим через желтую бисенку, берем опять две бисеринки, такой желтый, одну бисенку, через нее мы проходим, теперь проходим через середину, берем одну бисенку, опять проходим через желтую бисенку, берем две бисенки, берем одну бисенку, и так мы делаем это до конца этого ряда, короче делаем вот таким образом, я немножко поднабила, берем две бисенки и вот так вот скрещиваем, получается вот такой цветочек трешный, а дальше продолжаем по одной бисенке просто шивать шубку, это у нас шестой ряд, так вот проходим, мы просто сшиваем желтку, чтобы ничего не вывонилось, как правильнее сказать, так вот, лишний чинюзя, привычка намного бисенок будет сразу, так вот, и последняя бисенка, мы просто проходим через нижнюю бисенку, вот здесь, и проходим через ту, которая крайняя, которую мы начинали, просто и завязываем, и завязываем до улюка, но это не обязательно, вот таким образом, ну и спрячем в конце, вот как все должно получиться, дальше proceed Julio. Сейчас следует. Лучше есть lungа, и начал на 왜� arrived. Продолжение следует...